Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Атра гложет чувство вины. Чувство вины перед звёклом. При жизни звёкла с ним были натянуты отношения, а перед смертью был конфликт. Хотя такие конфликты открыты редко было. Просто не привыкли общаться особо, хоть жили в одном доме. Вот он умер, остановка святого сня. С тех пор меня нет покоя. Просло уже больше года, не знаю как сюда простить. Больше было уже то, что жили как на пороховой почке. Теперь постоянно мысли о нём, что могли быть как бы душа в душу жить. Вот. Почему так получилось? Что у себя в одном доме были такие отношения. Вроде знаю ответы, но всё равно это постоянно чувство вины не отпускает. Очень тяжело на душа. Очень жаль, что так получилось у нас. Эта ситуация безусловно не простая. Эта ситуация безусловно такая она достаточно тяжёлая, довязчивая. Вот в неё всякие сомнения. Нет. Вот. Но есть у этого несколько моментов. Во-первых, это право. То, что вы описываете, есть право. К сожалению. И справа она нуждаёт в том, чтобы её прожить. Вот. Прожить все те чувства, которые вы в определённый момент проживаете. А-а-а-а. Значит, это первый аспект. А-а-а. Второй аспект это то, что... А-а-а, вот. Говорили ли вы об отношении, а-а-а, говорили ли вы своим мужем об этом? Что вот. Ну, ну, довольно важный момент. Вот. Говорили ли вы мой мужем об этом? Что вот? Ну, ну, произошло. В-а-а. В самый спектр момент, как-то вот я бы... Я бы сказал, не понятен в данном случае, то есть как муж относится к тому, что вы, ну, как так далее, как муж относится к тому, что у вас была такая вот проблематика. Вот, свердится ли он на вас, винить ли он в том, что произошло или нет. Мне кажется, что это очень важный аспект, потому что чувство вины, вот, если вы, ну, испытываете его, если вы, ну, чувствуете вину, как правило, связано с манипуляцией. То есть, если вы испытываете вину, значит, где-то вам манипулировали. Вот, кто-то, кто-то пришли к чувству вины. Вот, поэтому на что очень, очень нужно обратить внимание, это на то, где был момент манипуляции. вот, и посмотреть и поисследовать его. Число вины – это нарушение в какой-то степени личных границ. То есть, ну, вы как-то вот свои личные границы в определенный момент решили нарушить, поставив, ну, другого человека выше себя. Это, естественно, довольно редко приводит к чему-то хорошему. Я бы это все больше сказал, что это никогда не приводит к чему-то хорошему. Вот, к вам, к сожалению. И вот, сейчас, так вот, получается, что вы, можете сказать, за это, ну, расплачивать. За то, чтобы позволили вот кому-то свои личные границы нарушить. Поэтому это тоже, тоже нужно преследовать, конечно. Ага. Дальше. Эм, шпио, шпио нужно эм, преследовать, как мне кажется, здесь все. Эм, вы говорите я думаю, что, вот, как-то вот так получилось, что жили вместе, но, эм, ну, как бы, эм, как на верховой бучке ссорились, эм, ну, эм, ну, эм, 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 э То есть такая ситуация, это нормально, но вы сейчас потеряли чувство, потеряли ощущение, что это имеет значение для вас. Я бы очень хотел понять, вследствие чего так произошло. Дело в том, что как бы это не звучало, но смерть человека, скорее всего, не молодого. Явление, скорее всего, больше закономерное. То есть это больше, наверное, естественная сторона, нежели неестественная. И почему-то вы заваливаете на себя ответственность, забывая, что повторюсь о себе. Вот, и это неспроста. Это не случайно. Совершенно не случайно, не случайно. Как мне кажется, вы забываете о себе. Нужно только понять, как так происходит. Чьи мысли, чьи идеи, чьи установки в данном случае вы берете на вооружение. Так, скажем. То, что вы это делаете, скорее всего, факт совершенно неоспоримый. Вот. И дальше необходимо, как мне кажется, проживать вам ту травму, которую вы получили. Вот. Чтобы она вас не давила, не мучила, так как давит и мучает на сегодняшний день. Ага. На самом деле необходимо так же, как мне кажется, пойти в какой-то степени с вами до основания того, за что именно вы себя видите. То есть, где вот этот вот узел конфликта находится. Где находится узел противоречия. Вот. А сейчас, как мне кажется, вы в этом себе, ну вот так сказать, в полном мире, отчета в этом не отдаете. Вот. Ну, в общем, тут есть вот, как мне кажется, такая вот достаточно серьезная проблема. И ее нельзя разбирать. Дальше. Если у вас с вашим мужем на данный момент, ну, не очень хорошее отношение, вы не можете делиться всем своими чувствами. Да, 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 да. То есть, ну вот, сталкиваетесь с некоторой такой, ну, может быть, изолированностью, может быть, ощущенностью. Вот. Что это тоже нам необходимо скорректировать. В первую очередь, эээээ... Нацет, оооо... Фрэксю, как говорит. Вот. Ну, в первую очередь, нацет. Ээээ... выражать и проживать то, что с вами происходит, даже если это, ну, как-то вот выписывается, условно говоря, в какую-то парадигму, да, выписывается в какую-то концепцию. То есть тут вот в данном случае, пожалуй, без этого никак не обойтись. И в данном, конечно, вам нужна помощь, поддержка в преодолении, так скажем, тех событий, с которыми мы так сполкнули. Вот, ну, помощь в первую очередь в проживании. То есть понятно, что вся кожа ушла на ночь, вот, но тем не менее, вам нужно жить дальше. И вот здесь еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вам что интересно, судя по всему, куда более актуально сейчас решать за ушедшего фрукла, нежели чем жить своей жизни. То есть, для вас, получалась ваша жизнь менее интересная, чем вот, ну, призывание за срок. Это тоже довольно интересный момент, потому что, ну, опять это вызывает вопросы, да, насколько вот вам интересно, 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 интересно жить, ну, вообще, да. насколько вам, насколько вы, ну, довольны своей жизнью. Вот. И, ну, довольны. Вот. То есть, вот это вот то, на что, мне кажется, нужно обратить вам свое внимание, безусловно. Вот. Ну, сейчас, на данный момент вы этого не делаете. Вот. Сейчас вы, как-то вот, переключились. Ага. Вот. И, соответственно, очень важно увидеть. Что вы сделали. Вот. А, ну, конкретно. Что вы сделали. Вот. Для того, чтобы это вот, переключение, да, стало возможно для вас, например. Потому что, это произошло благодаря вам. Благодаря вашей, вот, ну, позиции, так скажем. А не просто вот, что у вас, что у вас, ну, гложатся щитами, да, и все. Вот это вот некий такой, а, произвольный, но незамечаемый пока что, вами аспект. Вот, соответственно, на все эти элементы я предлагаю вам обратить свое внимание. Ну, вот, и уже по результатам. Вот. Вот. Смотреть, что можно. А, дальше с этим делом. Смотреть, например, на то, как, кстати, вы, например, можете обратить, ну, вот, что вы можете Это, на мой взгляд, тот ответ, который на данный момент можно вам пригласить в качестве обратной связи. Понятно, что, может быть, этого недостаточно, и понятно, что вам, вероятно, хотелось бы больше, вот, но... Это уже нужно непосредственно взаимодействовать с вами, непосредственно общаться с вами. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду вам благодарен вам обратную связь, по моему ответу, там, позволит... начать работу над собой, вот, позволит вам начать решать, эм... свою проблему, вот, может быть, имеет смысл вам, вместо с супругом, обратиться к психологу, вот, потому что супругу тоже, может быть, тяжело у супруга, тоже могут быть какие-то, а, ну, вот, переживания по данному вопросу, скажем так, и не знания, не умения, как это выразить. И вполне возможно, что, эм... ну, вот, такое движение в сторону некой консолидации, вас, как, вот, эм... пары снова, да, эм... наглубая весна хорошо, эм... помочь вам, эм... получить поддержку в эм... этой непростой ситуации. Вот. Эм... желаю вам удачи обращаться за помощью. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok